Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Популярность запроса биткоин в гугл трендах упала до уровней 2013 года. И это странно, ведь именно сейчас самое время интересоваться биткоином, а не тогда, когда он достигнет очередного исторического пика. К сожалению, большинство людей заинтересуются биткоином именно тогда, когда он достигнет нового исторического пика. И именно поэтому они потеряют свои деньги. Сегодня я хочу поделиться с тобой большим количеством интересной и даже шокирующей информации. Множество людей, которые еще остались на рынке, сомневаются насчет биткоина и его будущего. Учитывая все эти биткоин ETF, которые могут быть запущены, некоторые из инфлюенсеров даже считают, что BlackRock Bitcoin ETF отправит биткоин на 200 тысяч долларов. Но если это не вызывает в тебе каких-либо чувств, у меня есть кое-что гораздо круче. Ты помнишь, как все эти самые крупные новостные медиа и информационные гиганты обзывали биткоин грязным, а его майнинг угрозой для климата и окружающей среды? Илон Маск и Тесла даже перестали принимать биткоин в качестве оплаты, сказав, что вернуть его только тогда, когда майнинг биткоина будет на 50% чистым. Но тут внезапно все начали переобуваться. Майнинг теперь это очень безопасно для экологии. Биткоин теперь очень чистый актив. Техас начинает майнить, да так мощно, что уже контролирует 28,5% майнинга в Соединенных Штатах Америки. Аман инвестирует 1,1 миллиарда долларов в майнинг биткоина. А Блумберг публикует расследование, в котором говорит, что майнинг биткоина уже наполовину использует источники чистой энергии. Люди даже начали взывать Килону Маску, напоминая ему о его обещании. Что-то явно происходит, но сейчас я покажу тебе клип, который переворачивает сознание. Многие люди, которые сейчас уходят с рынка, игнорируют биткоин. А в итоге закончат тем, что купят новый пик цены и опять все потеряют. Перед просмотром клипа важно напомнить, что комиссия по торговле товарными фьючерсами США объявила биткоин товаром 17 сентября 2015 года. Гарри Гэнслер несколько дней назад назвал биткоин неценной бумагой, но не осмелился произнести слово товар. Давай послушаем этот видеоклип от начала и до конца. Это очень-очень важно. И меня, честно говоря, это шокировало. Потому что я узнал о новом способе использования биткоина, который просто поражает сознание. Хотите узнать, как биткоин может достичь 500 тысяч долларов? Потому что следующий бычий рынок будет совсем не таким, как все ожидают. Этот парень Джексис опубликовал одно из лучших расследований, которые я когда-либо видел. В нем говорится о том, что нас ожидает бычий рынок для сырьевых товаров и стокфляция для акций. А биткоин это не акция, а цифровой товар. В этом расследовании собраны все доказательства бычьего роста сырьевых товаров. Верхний график это золото, нижний это S&P 500. И вы можете видеть, что когда фондовый рынок находится в бычьем рынке, золото находится в медвежьем. И наоборот, когда фонда падает, золото растет. Так происходит на протяжении последних 100 лет. Здесь мы сравним золото с другими драгоценными металлами, такими как медь и серебро. И все они коррелируют между собой практически на 100%. А здесь золото сравнивается с долларом США. График доллара здесь инвертирован, поэтому когда он достигает дна, это означает, что доллар США находится на пике. И вы заметите, что каждый раз, когда доллар США теряет в цене, золото начинает расти. Когда доллар США дорожает, золото переходит в медвежий рынок. Опять же, потеря стоимости доллара – это бычий рост золота. И рост стоимости доллара – это медвежий рынок золота. И он действительно предсказал эти вещи буквально два года назад. И сейчас наблюдает за тем, как его прогнозы сбываются. Доллар достиг вершины в его зоне спроса, и теперь он стремится развернуться и, по сути, потерять свою стоимость. Конечно, если этот график вырвется из этой формации в сторону повышения, мы можем увидеть значительное снижение доллара США. Почему же это имеет значение для биткоина? И почему это означает, что он достигнет отметки в 500 тысяч долларов? Вот график биткоина в сравнении с сырьевыми товарами. Конечно, биткоин появился в 2008-м, а сырьевые товары на этих графиках начинаются с 1950-х. Однако при увеличении масштаба биткоин следует за сырьевыми товарами в точности. Корреляция практически идеальная. Конечно, существуют различные объемы и размеры рынка, и колебания будут немного отличаться. Но если увеличить масштаб, то в целом это одно и то же движение. Вот почему вам нужно следить за биткоином. В этом видео меня совершенно не волнуют остальные криптовалюты. Мы не говорим ни об одном из этих альткоинов. Мы говорим именно о биткоине, как о товаре, которому только что исполнилось 8 лет с момента получения статуса товара в США. Американские регуляторы рассматривают биткоин как товар, потому что он движется как товар. Все эти создатели контента, которые говорят, что биткоин-халвинг вызывает бычий рынок, просто играют на страхе упустить выгоду, пытаясь заставить всех купить биткоин сейчас. На самом деле биткоин-халвинг – это не причина, по которой биткоин будет расти. В то время как в прошлом все говорили о том, что 4-летний цикл и халвинг станут причинами роста, бычий рынок 2021-го начался не из-за халвинга, хотя и он тоже повлиял, но рост в основном произошел потому, что правительство напечатало более 2 триллионов долларов и раздало их кучке потребителей. Если мы наложим на это график цены биткоина, то увидим, что точное дно и пик цены совпадают с началом и концом печати триллионов долларов. Сейчас этот график говорит мне о том, что у потребителей нет денег, чтобы тратить их на криптовалюту. Если только в экономике что-нибудь не произойдет, и федеральные власти будут вынуждены напечатать еще 2 триллиона долларов. Итак, вот наиболее вероятный сценарий. Спотовый биткоин ETF будет одобрен. Затем BlackRock будет использовать всех своих финансовых консультантов, чтобы предложить вам хранить хотя бы часть своих пенсионных накоплений в биткоине, чтобы застраховаться от инфляции. Потому что с приближением халвинга я думаю, что они будут манипулировать ценой в сторону роста, пытаясь убедить вас, что нужно купить до халвинга. Когда это случится, вы уже точно пропустили дно, причем очень сильно пропустили. Так или иначе, это все равно не приведет нас к 500 тысячам долларам за биткоин. Так как же нам туда добраться? Ответ – выбросы газа. Я уже год рассказываю об этом на своем канале. Майнинг биткоинов может сократить глобальные выбросы на 8% к 2030 году. Это следует из новой статьи, опубликованной сегодня. Это может быть достигнуто за счет преобразования мировых выбросов метана в менее вредные выбросы. Биткоин способен потреблять тот газ, который бесполезно выбрасывает в атмосферу на триллионы долларов каждый год, что делает его гораздо более ценным, чем любой товар. Ведь это не только цифровое золото, но и цифровая нефть. И он может взять всю растраченную в пустую энергию, которая требуется для производства всех этих других активов, и преобразовать ее в чистую стоимость, а не в загрязнение атмосферы. И это уже делается. Компании и правительство делают это. Ближневосточные страны вкладывают миллиарды в конверсию этой ранее растрачиваемой в пустую энергии. Даже Россия, одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, делает это на газовом рынке. И Ксон, Коникл Филлипс, все они занимаются этим. И ребята, мы уже вступили в период бычьего роста для сырьевых товаров. Они достигли дна. Акции в ближайшие несколько лет будут двигаться в боковом тренде. Процентные ставки останутся на паузе и, скорее всего, могут даже повышаться в течение длительного периода времени. Возможно, вернется инфляция. Поэтому у нас, вероятно, есть около 12 месяцев, прежде чем произойдет мощный рост цен на эти товары. Но уже сейчас мы видим импульс. И если это так, то биткоин будет следовать за этим ралли сырьевых товаров. Но поскольку его рыночная стоимость гораздо меньше, он совершенно новая отрасль, а также биткоин может получить доступ ко всем избыточным выбросам метана, он все еще может использоваться в качестве средства сбережения, и у него уже есть компании, которые строят и масштабируют его сеть, в ближайшие годы биткоин будет стремительно опережать все остальные сырьевые товары. И если в ближайшие 10 лет биткоин достигнет рыночной стоимости золота, что вполне реально, он вырастет до 700 тысяч долларов. Ни один другой альткоин не может сделать то, что делает биткоин. И я знаю, многим интереснее приобрести что-нибудь, что стоит меньше доллара. Например, XRP. Только потому, что биткоин кажется дорогим за 26 тысяч долларов. Но функциональность и ценность как товара у биткоина намного превосходят и всегда будет намного превосходить все остальное, что есть в этих списках на CoinMarketCap. Наберите в Google майнинг биткоинов, потому что на этих рынках происходит что-то, самое крутое, что вы когда-либо видели. Это происходит впервые в истории биткоина. Они все время говорили о том, как он плох и как плох майнинг для мира. Но за последние два месяца происходят тотальные изменения нарратива. Майнинг биткоинов может помочь сократить глобальные выбросы на 8%. Почему майнинг биткоинов может быть полезен для экологии? Аналитики раскрывают достижения биткоина, о которых могут лишь мечтать другие отрасли. С биткоином они смогут получать кредиты на электроэнергию и фактически помогут стабилизировать электросети. Они сократят выбросы и преобразуют выбрасываемый метан в реальную ценность. Мы сможем очищать океаны и вполне возможно создавать огромные некоммерческие организации, которые будут полностью финансироваться за счет майнинга биткоина и сжигания пластика. Полезность биткоина просто не ограничена. И если вы не видите этого, вы останетесь позади. Опять же, я смотрю на это с макроэкономической точки зрения. Речь идет о ближайших 5 годах, а может быть и 10. Сырьевые товары станут тем самым хеджем от инфляции. А биткоин это самый лучший товар, который мы когда-либо видели. Помнишь, как Блэк Рок рассматривает биткоин? Как ESG дружелюбный актив? Вот оно. Далее, очень быстрое обновление про шатдаун правительства США, который мог произойти уже сегодня. Сенат принял законопроект о финансировании правительства на 45 дней. Так что да, название вчерашнего видео надо менять. Не 17 дней, а 45. Детали законопроекта весьма интересны. Давай их разберем, а затем перейдем к более детальному анализу биткоина, соланы, эфириума, теслы, экономики США и всего, что мы любим. Но прежде чем мы перейдем дальше, не забудь поставить лайк, если уже узнал что-то интересное, новое и полезное. Я буду очень благодарен. Большое спасибо. Приостановку работы правительства удалось избежать. Итак, политики пришли к соглашению в последнюю минуту дедлайна. Если бы они не пришли к соглашению к концу 30 сентября, правительство закрылось бы сегодня. Но вот что произошло. Республиканцы изначально требовали значительного сокращения государственных расходов на 30%. Республиканцы хотели больших изменений в пограничной безопасности. Они хотели сократить финансирование Украины. Демократы же боролись за полную противоположность. Никаких сокращений государственных расходов, больше денег для Украины и никаких изменений в пограничной безопасности. Итак, республиканцы и демократы были просто противоположностями. И похоже, что они никак не могут договориться. Но 30 сентября, всего за несколько часов до шатдауна, то есть закрытия правительства, Палата представителей предложила новый законопроект. И за него наконец-то проголосовали. 335 за, 91 против. Как вы знаете, Палата представителей контролируется республиканцами. Но по сути, спикер Палаты, который является лидером республиканцев в Палате представителей, принял законопроект, который больше нравится демократам. 209 демократов проголосовали за, и всего 126 республиканцев присоединились к ним. Один демократ проголосовал против, и 90 республиканцев проголосовали против. Итак, этот законопроект о государственном финансировании сохранит финансирование правительства еще на 45 дней. Еще 45 дней борьбы и споров. Так что это всего лишь временное решение. Итак, в этом новом законопроекте, за который проголосовали буквально в последние минуты перед шатдауном, сокращения расходов нет. Этому очень рады демократы Палаты представителей. Однако в этом законопроекте нет дополнительного финансирования для Украины, и демократы были недовольны именно этим. Единственный демократ, который проголосовал против, а именно Майк Куигли, сказал, цитирую, «Я проголосовал против из-за отсутствия помощи Украине». Итак, демократы Палаты представителей в принципе были счастливы, что никаких изменений, связанных с границами, не будет еще 45 дней. Демократы были рады, что федеральная помощь при стихийных бедствиях увеличится на 16 миллиардов долларов. Как раз та самая сумма, которая была запрошена президентом Байденом. В общем и целом, демократы Палаты представителей получили все, что хотели, за исключением помощи Украине. И все же помните, что Палата представителей контролируется республиканцами. В Палате представителей много расстроенных республиканцев. 90 человек проголосовали против. У ярых республиканцев в Палате представителей был план. Закрытие правительства для них как рычаг сокращения государственных расходов, реализации их политики безопасности границ и прекращения дальнейшей помощи Украине. За этот законопроект проголосовало 126 республиканцев. Таким образом, он прошел при подавляющей поддержке обеих партий. Но вот что мне показалось интересным, так это то, что в этом законопроекте был пункт, который повышал зарплату политикам. Этот пункт добавили демократы. Спикер Палаты представителей и республиканец Кевин Маккарти заявил прямо перед голосованием, я цитирую, «Мы собираемся делать нашу работу. Мы должны предотвратить шатдаун. И если кто-то захочет уволить меня с моего поста, потому что я решаю проблемы по-взрослому, иди и попробуй это сделать. Но я думаю, что эта страна слишком важна. Я поддержу нашу армию. Я буду рядом с нашими пограничниками. Я поддержу тех, кому приходится получать лекарства от государства. Это важно». Итого, шатдаун правительства США отсрочен на 45 дней. Спустя полтора месяца придется искать еще одно решение и компромисс. Ну а прежде чем мы перейдем к детальному анализу рынка, напомню, что это не финансовый совет. Я просто парень в интернете, который тебя развлекает и, возможно, обучает чему-то новому. Итак, сентябрь всех обманул. Сентябрь исторически должен быть красным месяцем. Но впервые за 7 лет сентябрь оказался позитивным для биткоина. Ведь он вырос практически на 5%. Эфириум вырос на 2,31%. Множество других зеленых цветов для Солана, Трон, Тонкоин, Биткоин Кэш, Линк, Мейкер и другие. Упали DogiCoin, Cardano, Avalanche, Polkadot, Shiba Inu, Matic и остальные. Прежде чем мы перейдем к некоторым действительно интересным бычьим новостям о биткоине, давай поговорим про акции. Какой же ужасный месяц для акций получился. Только мета выросла на 1,75%, а все остальное упало. Google на 4%, Amazon на 4%, Tesla на 2%, Microsoft на 4%, Nvidia вообще на 11,7% и Apple почти на 9%. Видимо новый айфон не зашел. Это шутка. Плохой месяц для акций, но помни, для подрывных компаний падение акции на 2-4% не имеет большого значения. Но все же крипта себя показывает лучше. Здесь мы видим ежемесячную доходность для биткоина с момента его появления. Сентябрь исторически все равно остается худшим месяцем для главной криптовалюты. Средняя доходность минус 5%. Остальные же месяцы в среднем в истории биткоина за 14 лет являются положительными. Третий лучший месяц в истории биткоина это октябрь. Но ноябрь даже лучше октября и является первым лучшим месяцем исторически. Вторым лучшим месяцем для биткоина является апрель. И угадай что? Что будет в конце апреля, начале мая? Конечно же биткоин халвинг. Осталось всего 212 дней. Взгляни на ключевые годы, отмеченные зеленым цветом. 2011, 2015, 2019 и 2023. Это годы предшествующие халвингу и они очень-очень важны. Если посмотреть на среднюю доходность предхалвинговых годов, в 2011 году это 52,54%, в 2015 4% и в 2019 7,6%. Это средний месячный показатель доходности биткоина в эти годы. И пока в 2023 году, который еще не закончился, этот показатель составляет 6,77%, что очень близко к 2019 году. И конечно все ожидали, что сентябрь будет ужасным, но он оказался зеленым, что застало многих людей врасплох. Но мы говорили о том, что капля ликвидности в сентябре все же зашла на рынок, поэтому мы с тобой точно этому не удивлены. Итак, историческая средняя доходность за октябрь у биткоина составляет 27,95%, за ноябрь 38%. Итак, вопрос в том, что будет дальше. И кстати, только один раз, один раз в истории биткоина он падал после позитивного сентября. А позитивных сентябрей было не так уж и много, всего 5 штук, включая 2023. Поэтому исторически этот сентябрь для биткоина из ряда вон выходящий. И на этот раз все по-другому. Позволь мне объяснить еще одну причину, почему на этот раз все не так, как обычно. 2023 год оказался наименее негативным годом для биткоина за последние 10 лет. И все равно популярность биткоина в гугл-трендах бьет антирекорды. Потрясающе, что основная масса людей упускает такие возможности, какие сейчас предоставляет криптовалютный рынок. Однажды они все будут кусать локти. Лет через 5. Если посмотреть на все дни, когда стоимость биткоина падала за каждый год и сравнить их, можно увидеть, что в 2023 году падение не было и близко таким же сильным, как в прошлые годы. Эту же тенденцию можно увидеть, если посмотреть на понедельное падение стоимости. Почему это происходит? Во-первых, долгосрочные держатели не продают. Во-вторых, мы видим больше накоплений. А на биржах, в-третьих, очень мало средств. Я знаю, киты пытаются манипулировать и обрушить рынок. И каждый раз, когда они это делают, люди просто выкупают все. И мы видим это ончейн. И вот почему все иначе. Сейчас розница, извините меня, имеет крупняк. Давай посмотрим на еще один беспрецедентный фактор для биткоина. За последние 30 дней у нас наблюдался всплеск новых адресов. Ежедневно добавляется около 550 тысяч новых биткоин-адресов. Такого никогда не случалось ранее. Мы приближались к таким же уровням во время приближения цены биткоина к пикам цены в 2017 к 20 тысячам долларам и в 2021 году к 69 тысячам долларам. Такого уровня активности ончейн никогда не было на ранних стадиях бычьего рынка и уж тем более на медвежьем рынке. Если такой уровень активности ончейн во время медвежки, просто представь себе спрос на большом бычьем рынке, на булране. Когда после халвинга еще и награда за блок будет 3,125 тысячных биткоина. Мы уже видим спрос. Ведь хешрейт биткоина достигает исторического пика прямо сейчас. Боже мой, что будет на бычьем рынке, я даже боюсь себе представить. Это еще один аргумент, почему на этот раз все не так, как раньше. К середине или к концу 2025 года мы можем увидеть от 150 тысяч до 208 тысяч долларов за биткоин. Это немного более оптимистично, чем то, что я вижу. Но в целом эта диаграмма немного помогает понять, где мы находимся в этом цикле. Вот где, вот здесь. И на этот раз все не будет по-другому в плане роста цены. Но ончейн данные сейчас выглядят так, как будто мы уже на историческом пике. Мы никогда не подходили к халвингу с самым маленьким предложением в истории. Но теперь я хочу показать тебе не самые веселые новости насчет биткоина, но это только на первый взгляд. Позволь мне объяснить. Это глобальная ликвидность. Итак, процентные ставки по всему миру пробивают потолок. Большие забастовки по всему миру. Практически шатдаун правительства в США. Нулевая глобальная ликвидность. Люди не могут найти деньги. Просто посмотри на этот график. Это уровень персональных сбережений американцев. Денег нет. Они испарились. Банки также неохотно раздают кредиты. И биткоин при этом умудрился вырасти в сентябре. А теперь представь, что произойдет, когда глобальная ликвидность начнет расти, как, например, вот здесь. Когда нет ликвидности, а процентные ставки длительное время удерживаются на высоком уровне, что-то обязательно ломается. И тогда понадобятся деньги, чтобы это отремонтировать. А мы уже видим трещины повсюду. И я не знаю, как долго все это продержится. Может 6, 12 или 18 месяцев. Золото и биткоин. Как мы знаем, биткоин имеет много общих свойств с золотом. Дефицит, долговечность, делимость. Но не портативность. Попробуй пройти через аэропорт с 10 килограммами золота. В любом случае, биткоин является цифровым золотом, который больше подходит для цифрового века, чем золото. И мы определенно живем в эпоху цифрового века. Согласись. Биткоин имеет рыночную капитализацию в 500 миллиардов долларов. А золото в 13 триллионов долларов. Когда биткоин достигнет капитализации золота, его цена будет составлять 700 тысяч долларов. На этом графике, кстати говоря, мы видим цену биткоина в унциях золота. И я думаю, что в ближайшие 18 месяцев мы преодолеем 34 унции за биткоин. Поговорим про альткоины. Еще одна хорошая новость для эфириума. Приближается дата решения по фьючерсным эфириум ETF. И многие полагают, что они могут запуститься 2 октября. Это полный список фьючерсных эфириум ETF, которые ожидают одобрения. И все они уже готовы к работе. Обычно, когда есть фьючерсный инструмент, легче управлять своими рисками. А значит, покупать эфириум для них будет и безопаснее, и проще. Солана. Сегодня взлетела. Но почему? Что с ней происходит? Во-первых, мы уже не первую неделю говорим о том, что капитал течет в Солану. Настолько течет, что G-Sol, например, торговался с премией на грейскейл. Во-вторых, все ждут фаерденсер. Даже известный макроэкономист Рауль Паль у себя в твиттере спросил, когда фаерденсер заработает на полную силу. И Толли ответил ему. Сроки проектирования жесткие. Я надеюсь, что тестовая сеть появится к концу года. Для стабилизации после этого может потребоваться еще до 6 месяцев. Я надеюсь, что люди понимают важность фаерденсер для Соланы. В прошлом сеть Соланы постоянно подвергалась фаду. Какие-то массовые атаки, дедос атаки, остановки работы и так далее. Это приводило к сбоям сети Соланы. После фаерденсера это останется в прошлом, потому что сеть будет переписана полностью на другом языке и на другой платформе. Но также масштабируемость Соланы поразит сообщество. Комиссии за транзакции будут очень дешевыми, где транзакции в 2 доллара, например, можно будет отсылать практически бесплатно. 0,0000 доллара. А в эфириуме, кстати, за это надо заплатить 10 баксов. Модель Upside Model Sol показывает цели для Соланы. Первую мы уже преодолели. Это, опять же, не финансовый совет, но на булране, думаю, Солана сможет показать и 29,5 долларов, и 50 долларов. После запуска FireDancer Солана создаст собственную лигу, отличную от эфириума. И в будущем это поможет ей заработать до 10% от рыночной капитализации эфира. Уже сейчас она обогнала и DogiCoin, и Cardano. Когда я писал текст для этого видео, Cardano была выше Соланы. Я не успеваю, простите. Актив, который делает больше, чем эфириум, за исключением многих вещей, таких как TVL и так далее, имеет рыночную капитализацию чуть ли не в 30 раз меньше. Это просто безумие. В любом случае, не забудь подписаться на канал, поставить лайк, если ты любишь Солану. И если ты смотрел предыдущее видео, скорее всего, ты получил какую-то прибыль с этой монетки. Теперь я хочу поговорить про ситуацию с экономикой США и автомобилями. Там мы видим что-то интересное. Национальный долг США вырос до 32 триллионов долларов и превысил эту цифру. Он находится на пути к 40 триллионам долларам уже в 2025 году. Причина? Нет потолка долга. Он отменен до 1 января 2025. Другая проблема заключается в следующем. Чтобы этот долг был выпущен, доходность трежерис должна быть выше, чтобы покупка долга США выглядела привлекательной. Но кто же его купит? Ты видишь актив, который все печатается и печатается. И они думают, что люди будут удовлетворены 4-5% доходностью тогда, когда инфляция жрет больше? Нет. Это приведет к хаосу в мире. И вот почему я начал и я продолжаю снимать эти видео. И вот почему нам нужен биткоин. Я ощущаю в этом свою миссию. Ведь это должно встревожить абсолютно всех. И абсолютно все должны узнать альтернативу этому. Те, кто не узнают, утонут в этом хаосе. А это график обратного репо и финансовой помощи программы ФРС о срочном финансировании банков. Как мы видим, банки переживают период затищия. Также мы видим, что ФРС платит 720 миллионов долларов в виде процентов коммерческим банкам по обратному репо и процентам по резервам. Знаешь, что это такое? Это же скрытая печать денег. 720 миллионов долларов в день. Да, они печатают деньги скрытно. Еще несколько лет назад ФРС была прибыльной. И она использовала прибыль для этих операций. Но в последние годы, чтобы все не рухнуло, ФРС вынуждена создавать все больше и больше программ для поддержки карточного домика. И это самая сумасшедшая система из почти 720 миллионов долларов процентов в день. Если бы не это, мы бы оказались в полном финансовом Армагеддоне. Я вот что еще заметил. В последнее время на улицах становится все больше электрокаров. Теслы просто везде. Либо же их китайские аналоги. Посмотри на это. В январе электромобили составляли 10% из всех новопроданных транспортных средств в Европе. Но в августе это уже 22%. Огромный рост всего лишь за 10 месяцев. Это как рост новых адресов биткоина. И это означает, что мы с тобой находимся в правильном месте. В правильное время. В биткоине. И в Тесле. Потрясающая диаграмма о том, как Тесла уничтожает конкурентов США и в других частях света. Кроме Китая. Но даже там Тесла побеждает, хоть и в более конкурентной среде. Игрок номер 2 на рынке продал 35 тысяч автомобилей под названием Чевиболт, производство которых было прекращено. И матч И от Форда, который называли убийцей Тесла Model Y, продал всего лишь 26 тысяч машин. Это 8% от того, что продает Тесла. Я имею ввиду, что это даже не конкуренция. Это просто избиение младенцев. Что касается традиционных автомобилей. Рабочие во всем мире недовольны. Здесь мы имеем наибольшее количество рабочих дней, потерянных бизнесом из-за забастовок. Это самый большой скачок этого индикатора со времен краха даткомов в 2000 году. Реально плохая ситуация. Но позитив заключается в том, что даже президент США Джо Байден присоединился к пикету. Наверное, он думал, что таким образом забастовки закончатся. Ной Смит говорит, что традиционная автомобильная промышленность полностью обречена. Так что Тесла в мире автомобилей, как биткоин в мире криптовалюты. Ну и напоследок я хочу тебе показать ситуацию, которая напоминает про 2008 год. Американская мечта, которая заключается в покупке собственного жилья, кажется недостижимой. Доступность жилья в США только что достигла рекордно низкого уровня за всю историю. И это, безусловно, самая низкая точка в истории. Даже во время худшей части мирового финансового кризиса 2008-го доступность была на 15% выше. И с недавним ростом доходности казначейских облигаций мы можем увидеть 8% ставку по ипотечным кредитам уже в течение следующей недели или около того. И это означает, что средний платеж за дом скоро превысит 3000 долларов в месяц. Впервые в истории. И покупатели жилья теперь тратят больше половины своего дохода до уплаты налогов. До, а не после. На оплату жилья. Это очень нестабильная ситуация. Особенно, если тебе, кроме этого, приходится содержать детей, оплачивать школу, еду и все остальное. Владеть домом – это уже большая роскошь. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. И мы с тобой. Увидимся в новых видео совсем скоро. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»